Лиллиан Гиш – американская актриса с 75-летней кинокарьерой, наиболее известная по ролям в немых фильмах Дэвид Гриффит. Лиллиан Дайана Гиш родилась в Огайо 14 октября 1893 года в епископальной семье выходцев из Германии. Ее отец Джеймс Ли Гиш часто отсутствовал, а мать Мэри была вынуждена много работать. Также у Лиллиан была младшая сестра, также ставшая актрисой Дороти Гиш. В пятилетнем возрасте Лиллиан дебютировала на сцене. Когда же она и ее младшая сестра стали достаточно взрослыми, они присоединились к труппе передвижного театра. Свой путь в кинематограф сестры начинали со съемок в рекламе и мелодрамах. В 1912 году Лиллиан познакомилась с Мэри Пикфорд. Именно Пикфорд порекомендовала сестер Гиш Дэвиду Гриффиту и способствовала подписанию их контрактов со студией Биограф. Впервые Лиллиан снялась у Гриффита в фильме «Невидимый враг». Позже она снималась о многих фильмах Гриффита, среди которых «Рождение нации», «Сиротки буря», «Нетерпимость», «Сломанные побеги» и «Путь на восток». В 1920 году актриса снялась в фильме, моделируя собственного мужа. После «Биограф» Лиллиан подписала контракт со студией MGM, где ее первой картиной стала «Богема» 1926 года. В 1928 году Гиш ушла из MGM и вернулась в театр. В 1943-1945 годах в составе театральной труппы совершила турны по Америке, играя в спектаклях «Трехгрошовая опера», «Песни людни», «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, где также были задействованы Долли Хаас и Джон Гилгуд. Лиллиан оставалась с Гриффитом до конца его жизни, заботясь о нем и его жене. Гриффит скончался в 1948 году. В 1960-х актриса появилась в некоторых звуковых фильмах. Она сыграла в фильмах «Комедианты» 1967 года, «Свадьба» 1978 года, и получила номинацию на «Оскар» за работу в фильме «Дуэль под солнцем» 1946 года. В 1970 году она получила специальный приз Американской киноакадемии за вклад в развитие кинематографа и актерское мастерство и премию Американского киноинститута за совокупный творческий вклад в 1984 году. В 1973-м Франсуа Трюфо предпослал своему фильму о мире кино «Американская ночь» посвящение сестрам Гиш. В 1984 году 90-летняя Гиш участвовала в балете «Ведение розы», которую Метрополитен-опера ставила к 100-летнему юбилею театра. Последний раз на киноэкранах актриса появилась в 1987 году в 93-летнем возрасте в драме «Августовские киты» с Винсентом Прайсом и Бет Дэйвис в главных ролях. Кроме актерской карьеры, Лилиан Гиш была сценаристом трех работ. «Самое важное в жизни» 1918 года, переделывая ее мужа 1920-го и «Серебряное сияние» 1951 года. Лилиан Гиш скончалась во сне 27 февраля 1993 года в возрасте 99 лет. Она была похоронена рядом с сестрой Дороти, скончавшейся в 1968 году в епископальной церкви Святого Бартоломью в Нью-Йорке.